Бизнес-Омусмен Борис Титов 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 Это угроза экономических преступлений, неуплаты налогов, те доходы, которые мы могли бы получить в бюджет, мы не получаем. Но еще, кроме этого, это проблемы бизнеса, потому что предприниматели, которые занимаются своим бизнесом, но не могут сегодня пройти административные процедуры по привлечению легально работников, или которые не могут обеспечить все платежи, которые сегодня требуются для того, чтобы это дорогой процесс привлечения рабочей силы, они уходят в тень. А в тень это значит абсолютно неустойчивое юридическое положение, при котором, во-первых, они должны платить за крыши, потому что любой приходит к ним и требует взятки за то, что крышует их или просто не дает информацию по ним. А во-вторых, они и по налогам уже не платят, и они не уже полностью, да, их бизнес вынуждены делать в тени. Это большой, сегодня 52% российского бизнеса, по оценкам Всемирного банка, находится в тени. Это неупустимая ситуация. Ну вот то, о чем вы говорите, я говорю об условиях легализации, будущих условиях легализации, это же дополнительная нагрузка на работодатель. Это официальная дополнительная нагрузка, но у предпринимателя есть всегда стимул работать легально. Это, во-первых, обеспечивает ему юридическую стабильность, да, и он не боится, у него нет угроз и рисков. Конечно, я не говорю о тех предпринимателях, которые разливают паленую водку в гараже, тут о них мы вообще не говорим, они всегда будут работать черно. Но те предприниматели, которые занимаются производством, торговлей, ЖКХ, для них будет намного выгоднее, если они не будут нести эти риски коррупционного и криминального на них воздействия. Я не знаю, главная задача бизнеса – извлечение прибыли, вы со мной согласитесь? Естественно. Какой мигрант выгоднее работодателю, для которого главная задача – извлечение прибыли? Вот легальность, за которую он платит сейчас в ПФР, которому нужны какие-то условия создавать сносные, еще дополнительно то, что вы предлагаете, какие-то там залоги, страховые отчисления, или тот, который не имеет вообще права голоса, то есть нелегал, к которому все привыкли? Конечно же, тому бизнесу, который можно назвать нормальным бизнесом, добросовестным бизнесом, а тот, который реально вкладывает… Это просто представляет, который лобби сейчас будет против ваших… Конечно. Лобби будет в основном, конечно, те, которые, прежде всего, видят проблему сегодняшнего дня и не очень думают о будущем, потому что проблема роста стоимости труда в России является одной из проблем роста в целом издержек бизнеса. Она сегодня привела к тому, что у нас сегодня резко замедлился рост ВВП, сегодня утекает капитал, потому что сегодня настолько выросли издержки в российском бизнесе, что мы… или многие предприниматели уходят в тень, или вынуждены закрывать свои предприятия. Поэтому любое снижение издержек, вернее, так скажем лучше, любое повышение издержек ведет к снижению экономического роста, в частности, и в области трудовых ресурсов. Люди, которые говорят о том, что надо сегодня ужесточить законодательство, что усилить ответственность, в том числе и финансовую за мигрантов, что надо платить больше заработных плат, в любом случае, какие бы они ни были работники, там не очень профессионально или профессионально, мы должны поддерживать очень высокий уровень социального обеспечения в стране. Они не думают, на самом деле, о будущем, потому что о тех же самых людях, о которых они сегодня заботятся. Они думают о том, что эти люди придут на участки и за них проголосуют сегодня. Но завтра нам нечем будет им платить заработные платы. Борис Юрьевич, прокомментируйте, пожалуйста, вот следующее сообщение. Правительство России намерено запретить труд мигрантов на государственных стройках, об этом сообщил сегодня буквально перед вами вице-премьер Голодец, для работодателей, обеспечивающих рабочими местами жителей депрессивных... Хорошо, не будем строить государство, у нас не будет строить ничего, потому что без мигрантов у нас не строится сегодня ни один объект в Москве, я имею в виду крупный объект, инфраструктурный. Какие были бы у нас там кольца вокруг Москвы, если бы не было труда мигрантов? Давайте я продолжу. Для работодателей, обеспечивающих рабочими местами жителей депрессивных муниципалитетов, власти готовы предоставить и льготы. Объем финансирования этой программы составит 45 миллиардов рублей, а следствием реализации предусмотренных мер должно стать замещение более 250 тысяч иностранных рабочих гражданами России. Вот это как-то согласуется с вашими инициативами? Это очень красиво звучит с точки зрения социальных риторики. Прямо скажем, достаточно популярная такая мера. Но на самом деле она экономически абсолютно необоснована, потому что заменить их российскими гражданами невозможно, потому что российские граждане на эту работу даже в депрессивных регионах не пойдут. Тогда можно я задам следующий вопрос? Основная масса мигрантов, неквалифицированная рабочая сила, подсобная рабочая в основном. Вот кого мы будем легализовывать? Российской экономике нужны миллионы дворников и игрушек? В том числе. Российской экономике нужны тысячи людей, которые сегодня работают на Крайнем Севере, потому что даже наши все минеральные ресурсы мы добываем с помощью мигрантов. Сегодня огромное количество людей и иностранцев работают в Магадане. Да, вахтовым методом работают на странах. Сегодня мы строим нашу современную инфраструктуру во многом за счет труда иммигрантов. Потому что и в Москве, и в других регионах, те стройки, которые, кстати, осуществляют государство и финансируют государство, во многом строится, в основном низко квалифицированный труд идет за счет мигрантов. Это новость для меня. Куда же делись те суровые мужчины, которые выстраивались в очередь за работу вахтовым методом? У нас самая низкая безработица в Европе. Понимаете, у нас сегодня нехватка рабочих рук. У нас сегодня люди не хотят идти на всякое. У нас сегодня, более того, предложение рабочих мест больше, чем заявок. Поэтому сегодня у нас ситуация совершенно другая. Мне вообще даже непонятно, почему мы боремся за рабочие места, когда у нас самая низкая безработица среди европейских стран. Мы должны, кроме этого, понимать, что нормальное развитие экономики, рыночной экономики, невозможно без конкуренции. Конкуренция является двигателем, драйвером. То, что заставляет развиваться. Конкуренция должна быть и в сфере производства товаров, и на рынке товаров, и услуг. Ну и должна быть в сфере трудовых ресурсов, должна быть конкуренция на рынке труда. Иначе у нас тоже не будет развития. Потому что если будет постоянное предложение работы, будет опережать спрос на рабочие места, то тогда мы не сможем развиваться. У нас перестанет быть мотивом получения заработной платы, перестанет быть мотивом развития экономики. А легализация это дополнительное еще снятие недобросовестной конкуренции, я бы сказал, между нелегальным гастарбайтером и... Это еще одна важная тема, потому что тот, кто работает в черную сегодня, имеет преимущество на рынке перед теми, кто работает в белую. Если мы выведем всех в белую, дадим возможности работать в белую, то тогда эта конкуренция уйдет. Да, и в первую очередь, может быть, будут брать на работу как раз Васю из Иваново, который захочет получить эту работу. Я благодарю вас за то, что вы приехали. У нас в гостях был Борис Юрьевич Титов, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей. Всегда рады вас видеть. Далее реклама и финансовые события с мировых торговых площадок.